Сергей Олегович, начну я вот с такой информации. В близких к исламскому государству интернет-ресурсах появилось несколько постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи четвертьфиналов Лиги Чемпионов. ИГИЛ угрожает матчам футбольной Лиги Чемпионов. Безопасность на матчах в Мадриде и Париже будет усилена. Вчера уже состоялись матчи в Мадриде. Играли испанский Реал и английский Манчестер Сити в Лондоне. Значит, Арсенал и Бавария. Сегодня в Мадриде испанский Атлетика на своем поле встречается с Барусей. А французский Пари Сен-Жерман в Париже сыграет с испанской Барселоной. Вчера, слава богу, обошлось без терактов. Надеюсь, так будет и сегодня. Матчи были достаточно результативные. На два матча 10 голов забито было. Но не об этом речь. Не спортивный у нас обзор. А вот, Сергей Олегович, по поводу вопросов безопасности. И насколько вероятно, что эти постеры не фейк, а если и фейк, то для чего это делается тогда? Ну, я думаю, что это не фейк, потому что эти люди действительно трехнутые, действительно они хотят делать всякие гадости, хотят делать всякие нехорошие вещи в больших скоплениях людей. Но, в принципе, это работает против них. Потому что, старая поговорка, если предупреден, значит вооружен. Вот если они предупредили полицию и контрразведку, что они собираются такие вещи устраивать, то, естественно, охрана этих мероприятий будет выше, чем она могла бы быть. Она и так, в общем, все понимают, когда такие международные матчи, то, в принципе, отработаны схемы их охраны. И это не так, как Крокус-центр. То есть там люди реально вооруженные, там люди реально нацеленные на то, что могут быть теракты. А когда еще предупреждают, то туда выделяют дополнительные силы полиции, дополнительные силы контрразведки. Контрразведка стоит на ушах, то есть она организует всю свою агентуру, которая у нее есть, для того, чтобы понимать, идет ли какая-то подготовка, есть ли какая-то активизация террористической деятельности, есть ли какие-то люди, которые появляются внезапно где-то чего-то и так далее. То есть в этом смысле, конечно, все в напорном серьезе это смотрят. Французы вообще сейчас боятся всего, потому что они готовятся к Олимпийским играм. Но это хорошая, кстати, такая прививка, потому что лучше перебояться, чем не добояться. Это нам россияне показали с Крокусом, потому что они явно не добоялись, их всех предупреждали, говорили, что там может что-то произойти. Они на это дело не отреагировали. У нас остаются вопросы, специально они это делали или просто они идиоты такие. Кстати, и то, и другое возможно, что они могут это, и они идиоты, и плюс они это делали специально. И у французов и испанцев, конечно, совсем другая ситуация, у англичан тоже другая ситуация. Но у англичан совсем другая ситуация, потому что они на острове, к ним еще надо доплыть на этот великобританский остров, или там доехать на Евростаре, а там мер безопасности Евростар – это отдельный поезд, и вы на него просто так не сядете. У нас на Северном вокзале в Париже отдельный перрон туда идет, и там таможня другая, досмотр другой, полиция другая и так далее. Там все совсем по-другому сделано. И по этому поводу, я так думаю, что французы и испанцы, и англичане, и немцы к этому относятся очень серьезно. Не так, как русские, не так, как россияне, не так, как путинцы. И ИДИЛ – это тоже серьезная, к сожалению, организация, потому что они действительно отморозки, они действительно хотят построить всемирный халифат, и они действительно против всех и вся. Вот что их, кстати, и губит, потому что когда одна не такая большая организация начинает бороться вдруг со всем миром, то получается, что много-много врагов, и по принципу, значит, когда общий враг, то даже враги начинают между собой кооперироваться, за исключением Российской Федерации. Потому что, вот, кстати, у меня что-то там полицейские машины опять еще течет, потому что у меня это Париж-Сан-Жерман от меня по птичьему полету километра два. Вот, так что я, если что произойдет, я вам расскажу, я услышу это дело. Вот, кстати, у нас марафон был, Парижский марафон в это воскресенье. Вот, я как раз там ходил на въезд, 35-й километр был этого марафона, это как раз въезд в Бульон-Бианко, и там как раз стадион Париж-Сан-Жерман находится. Я даже сфоткался, но еще не выложил, ждал момент, когда можно будет похвалиться, что я вот, значит, стою перед стадионом Париж-Сан-Жерман. Вот, так что будем посмотреть, конечно, и это будет репетиция для французов, и это хорошая прививка, потому что лучше, как я вам уже говорил, в этом деле перебдеть, чем недобдеть. Если, вот, предположить страшный сценарий, не дай бог, если где-то произойдет теракт, возможно, он может произойти не там, где анонсируют, возможно, анонсированием как раз хотят и отвлечь внимание спецслужб, полиции, провести где-то в другом месте, но выгодополучателям, вот, кто будет здесь в этой ситуации, ну, в целом, исламское государство интересует в меньшей степени, больше в повестке информационной я хочу спросить вас про Путина. Вот, если, не дай бог, где-то в Европе будут происходить теракты, он тогда вот такая же жертва, вот, давайте бороться вместе с мировым терроризмом, и плюс информационно с повестки дня, значит, ну, не уйдет война в Украине, но, тем не менее, она будет отвлечена какими-то громкими, не дай бог, взрывами в европейских столицах. Можно ли считать Путина, ну, интересантом в возможных терактах в Европе? И да, и нет. И да, и нет, потому что, конечно, все, что происходит плохого в Европе, это всегда обсасывается российской пропагандой, всегда показывается оборотная сторона, или черная сторона того, что у нас здесь в Европе происходит. В этом смысле, конечно, они будут это обсасывать и, безусловно, будут об этом говорить. В остальном он не будет выгодополучателем, даже наоборот, потому что ведь Путин постоянно ищет украинский след в своем крокусе и отрицает значимость ИГИЛа, он отрицает значимость того, что делает ИГИЛ. А если такой теракт будет проведен в Европе, то, наоборот, будет подтверждено то, что, вот смотрите, в Москве они сделали, а теперь в Европе в Западной делали. То есть это настоящая организация террористического, у которой есть возможности и которая может себе, может, так сказать, брать ответственность за свои слова. Вот, и в этом смысле, наоборот, это будет разрушать тот нарратив, который дает Путин, который говорит, до ИГИЛа этого никакого нету, все это фигня, на самом деле это украинцы все замутили и французы с американцами, а ИГИЛ и таджики – это просто отвлечение на негодный объект. Вот, на самом деле все надо совсем наоборот, вот, и больше того, это даже не будет тем, что Путин пытался сделать в 2001 году после 11 сентября, потому что после 11 сентября как раз была такая задумка у Путина, он был один, по-моему, даже он был первым государственным деятелем, который позвонил Бушу младшему и высказал свои соболезнования, вот, и предложил свои услуги там в совместной борьбе с терроризмом, и американцы вроде бы даже сначала согласились, а потом сказали, что вообще-то это как-то странно, вы боретесь, потому что то вы боретесь, то вы не боретесь, то у вас, значит, одновременно вы боретесь, одновременно вы поставляете боевиков этому самому международному терроризму из Чечни и из исламских регионов Российской Федерации, вот, и больше того, Путину уже ведь за этим Лё Карню, наш министр, ну, у нас не оборона называется, он министр вооруженных сил, звонил именно за этим Шайбу и звонил, он говорил, что типа, посмотрите, у вас теракт, и вообще-то мы тоже боремся, и у нас тоже это самое, есть опасения, что такие теракты будут на нашей территории, давайте типа, ребята, восстанавливать хотя бы там вот в этом деле совместную кооперацию, а Шайгу его послал и сказал, что мы вообще не убеждены, что за терактом в Кроксе не стоят французские специальные службы, ну, и, конечно, французы умылись, вот, и теперь уже, конечно, об этой совместной борьбе речи не идет, и это на самом деле всем плохо, потому что вот когда Путин говорил, что ну, а на нас-то нападать никто не будет, потому что мы же друзья, ну, он вообще-то, конечно, дружит со всеми террористами мира, с Хамасом, там, с Кадыровым, с исламскими аятолами в Иране, с хуситами, с талибами и с кем-то, с ИГИЛом, кстати, тоже они там то дружат, то не дружат, вот, с Асадом и с прочими, с Хизбаллой, то есть там такой длинный список террористов исламских, с кем они дружат, что он очень сильно удивлял, что типа, почему эти террористы должны нападать на Россию, это все фигня, вот, он забыл, наверное, что он сам изобретал этих же самых исламских террористов в 99-м году, он сам же начинал Чеченскую войну вторую и, так сказать, убивал папашу Кадырова и прочих там, в том числе, кстати, мусульманских деятелей, которые вполне были не террористические, вот, так что в этом смысле надо будет посмотреть, как все это будет развиваться, но я так думаю, что и Путину это еще аукнется, потому что ИГИЛ, кстати, пригрозил, что за те пытки публичные, которым подверглись эти, хотел сказать, бедные несчастные таджики, но они какие-то, они, конечно, не бедные и несчастные, потому что все-таки они террористы, да, вот, но, тем не менее, одно дело суд, а другое дело пытки, это две разные вещи, вот, и ИГИЛ пригрозил Путину, что он и ему тоже за это отомстит, так что, в общем, будем посмотреть. Да, про Крокус еще несколько слов, поскольку не останавливается фантазия российских, значит, следственного комитета российского, который обвинил украинскую нефтегазовую компанию Буризма Холдинс, значит, об этом сообщает российская пропагандистская РИА Новости, средства, поступившие через нефтегазовую компанию Буризма, действующие на территории Украины, использовали для теракта в России, это цитата этого сообщения, особое внимание уделили, что в этой компании работал сын президента США, Хантер Байден, то есть, видите, какая-то, как они цепочечку, то есть, им мало сказать, что это украинцы, ну, нужно сюда еще и Байдена в обязательном порядке привязать, пускай даже через сына. Как они могут использовать это, Сергей Олегович, вот фантазия, понятное дело, у них не истекает, но, тем не менее, для какой, с какой целью? Это цель помочь Трампу избраться президентом Соединенных Штатов Америки. Здесь как раз все понятно, все прозрачно, потому что это старая история, которую великулирует и педалирует Трамп. Он постоянно напоминает, у него, кстати, по этому поводу состоялась разлад с Владимиром Зеленским, потому что он просил Зеленского предоставить ему, Трампу, информацию на сына Байдена, значит, чтобы его компрометировать в Соединенных Штатов Америки. Украинские правоохранительные органы, судя по всему, отказались это делать, и тогда Трамп обиделся на Украину, обиделся на Зеленского, и стал, значит, гнуть уже палку такую против Украины, типа, зачем ей помогать, будем эти лучшие миллиарды направлять на нашу мексиканскую границу. Здесь все понятно, Путин пытается сделать приятное Трампу, и по этому поводу он пытается к этому теракту за уши привязать эту Буризму, и за уши привязать ее, значит, сотрудничество в ней сына Байдена, еще во времена, когда никакой Байден еще не был никаким президентом, он был вице-президентом и так далее. То есть это все давнишние-давнишние истории. Вот, но в этом смысле, вы знаете, Путин, как всегда, перегибает палку, потому что точно так же, как, значит, с историей с терактом, когда он говорит про украинский след, он таким образом говорит, что Украина оказывается очень сильное государство, которое может устроить шухер прямо в Москве, прямо в 10 минутах от путинской резиденции, и Путин ничего сделать не может. То есть он выставляет себя, на самом деле, слабаком и идиотом. Вот, и здесь то же самое с Бурисмой, потому что начальником ее был один из министров Януковича, то есть на самом деле он подставляет Януковича, своего собственного ставленника, за которого он агитировал ездить в 2014 году, он в 2004 году приехал в Украину и агитировал украинца голосовать за Януковича, говорил, вот мой доверенное лицо, давайте выбирайте его своим президентом, у вас все будет в шоколаде. Украинцы тогда на это дело возмутились, сказали, кто ты такой, тут приехал нам своего ставленника ставить, и прокатили Януковича. Вот, а потом, значит, когда Янукович избрался, то Путин тоже, вот, значит, Янукович ведь сбежал куда? Опять же к Путину, да, таким образом он показал, что он предатель украинских интересов, и если копаться в этой Бурисме, то мы докопаемся до Януковича, а значит, до Путина, то есть, на самом деле, вот Путин, даже когда он устраивает какие-то вот такие провокации, он сам себя же еще ими и бьет, но он, во-первых, с моей стороны, он выжил из ума, у него старческие маразмы, то есть он даже не понимает, что он делает, что он сам себя же бьет, вот, но, к сожалению, у россиян тоже у них, у них не старческие маразмы, а у них когнитивный диссонанс, они просто не связывают эти вещи вместе, вот, ну, за исключением тех, кто вот нас с вами смотрит, и кому мы объясняем, как устроен этот мир, и какой Путин идиот, вот, ну, а остальные, вот, они все-таки не связывают, да, в том же самом Морске, да, когда их там затопило, потому что 25 лет путинской коррумпированной власти, и они там устраивают демонстрацию, и орут чего? Путин спаси, да, значит, по этому поводу, очень мне понравилась штука, которую сегодня слышал у Михаила Шутельмана, значит, он говорил, Путин отсоси, ну, имеется в виду, отсоси воду, которая там нас там затопила, приезжай к нам туда, в этот самый Ворск, и, значит, отсоси у нас тут эту воду, которая нас всех затопила, ну, то есть, опять же, эти люди не понимают, что 25 лет, если их затапливает, в результате дамбы, которую сделали из дерьма и палок на путинский миллиард, путинские чиновники, то их всех надо расстреливать вместе с Путиным, потому что это, потому что путинский режим такой, при путинском режиме ничего другого не будет никогда, у них до этого там всю зиму рвались трубы, у них, значит, 11 триллионов они тратят на войну, если бы даже кусочек этих 11 триллионов истратить на мирные дела, то у них бы не было, у них бы было все нормально, они все надеются еще на Путина и кричат ему постоянно, приезжай, спаси нас, дяденька, потому что это, у нас тут местные власти плохие, а ты-то у нас там в Кремле великий и могучий, ты нас всегда спасешь. Сергей Олегович, а это не дальновидность, глупость или инфантилизм какой-то, ну, вот почему можно верить в грызунов, которые под бамбу, эту дамбу подгрызли, или то, что местные власти виноваты, о царь хорошие, о бояре плохие. Вот с чем вы это связываете? Это все вместе, но это, прежде всего, конечно, инфантилизм, потому что это детское отношение к реальности, вот, и это очень простое такое отношение к реальности. Ну, я вам должен сказать, что это не только в Российской Федерации, это вообще обывательское отношение к реальности. То есть обыватель всегда, в общем, довольно-довольно глуп, то есть иногда он может быть мудер, как у нас говорится, вот, а иногда просто он глуп. И вот самое страшное, когда обыватель собирается в толпу, вот толпа всегда глупа, она всегда очень жестока и всегда очень глупа. И вот жестоко в том смысле, что не дай бог, если вы какой-то там местный царек, и вот там толпа какая-то, и вы туда выйдете, вас могут растерзать, повесить, вот на этом строится толпа Суд Линча, да, потому что просто вот возмущенные люди берут первого попавшегося Чернокожего и говорят, что он во всем виноват, его вешают и довольные расходятся. Причем, как вы сами понимаете, никакие проблемы не решены и часто даже Чернокожий никакого отношения не имеет к тому, что он его там вешивает. Вот, и вот эта толпа одновременно, она очень жестока и одновременно она абсолютно глупа, потому что она постоянно, постоянно считает, что Путин, ну вот, чего-то там вот, ему чего-то там не докладывают, вот он-то вот точно вот знает, как это дело. И больше того, они глупы до такой степени, что когда к ним приезжает губернатор, значит, и говорит, ну-ка, ребята, все выключили телефоны, да, и, ну, тогда разговаривать с ними, как с холопами, да, как с быдлом, вот, хотя, в принципе, они этого заслуживают. Ну, правда, видите, там, значит, начали что-то там ему говорить, потому что уже запись шла, и в итоге телефон никто не выключил, и в итоге мы получили даже эту запись в наших видосах. Но потом, вы видели Куренкова, министр ЧАЭС, да, который приехал, значит, во-первых, он приехал на чудо корабле таком, значит, который обвешан как, как виноградной гроздью, его всякими там прихлебаями, там их было там, я не знаю, чуть-чуть не 100 штук или там 50 штук, ну, большой корабль, но не такой большой, прямо там вокруг него там все раями, значит, привисли на этот корабль, вот, и он тоже там нагречил, он говорил, а народ вообще идиоты, вас там за 6 дней предупреждали, что паводок идет, а вы тут это хлопали хлебалом и никуда не уезжали, и типа сами виноваты, вот, причем парень такой, Молотой, но он бывший охранник Путина, вот, значит, которого поставили, кстати, после убийства Зинничева, тоже бывшего охранника Путина, который, говорят, кстати, вот он там пытался устроить даже переворот просто Путина, за что его, строго говоря, в сентябре 21-го года и убили, вот, но это отдельные истории, такие шпионские, шпионско-конспирологические, вот, но этот Куренков, он вообще просто в наглую, и народ, опять же, не надо было возмутиться и сказать, что приехал тут, это самое нам хрен с горы, да, и они, значит, вот там сидят, значит, на лодочках на резиновых, я не знаю, видели вы этот видос, не видели, какая-то тетка там говорит, а вот министр, типа, плывет, я сразу вспомнил русскую народную песню, а что там за шум да гром на улице, да, а это моя, значит, лягушонка в Коробчонке едет, да, вот, помните, царе-царе, царе-лягушка, вот, значит, вот лягушонка в Коробчонке, это вот министр Куренков приехал, значит, типа, помогать, как бы разбирать трупы во время этого самого паводка в Вовске, вот, ну, там ситуация, кстати, на самом деле маховая, потому что еще до максимума не дошло, уже там 10 метров уровень воды в Урале, хотя это, кстати, дамба была рассчитана на 6 метров, то есть явно совершенно, что она даже когда строилась, вот, даже из того, извините за выражение говна и палок, она все равно была явно не рассчитана на рекордные уровни палок, хотя такое там бывало, там в 57 году у них было 12,5 метров, то есть они могли бы заранее заложить, ну, там, я не знаю, 15 метров, да, вот, и тогда бы уж точно, уж никуда там ничего не смыло, вот, но судя по тому, как они строят, смыло бы и в любом случае. Чтобы поставить точку на сегодня в этой подводной эпопее, тикток подкинул мне сегодня видео, как местные жители жалуются не только на паводок, на то, что еще и мародера дико, что под видом спасателей, вот эти лодочки подплывают, значит, к домам и выносят оттуда что-то самое ценное, вот, ну, а то, что такое затопление не подмочило репутацию Путина, ну, что же, что еще, сколько еще должно, чтобы воды утекло. Еще одна тема, анонсирована у нас в заглавии нашего стрима, это следующее. Мирослава Регинская, жена военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина, которого осудили в России на 4 года колонии по обвинению в экстремизме, заявила, что его, то есть Гиркина, утвердили на должность командира взвода в одной из войсковых частей, где он будет проходить военную службу. Регинская также опубликовала документ, направленный, как следует из его текста, одной из войсковых частей, самопроизглашенной ДНР, военкома Москвы, начальнику столичного пункта отбора. В нем говорится в части, рассмотрели кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просят оформить документы, направить его в распоряжение командира. Напомню, Стрелков осужден в России по экстремистской статье, это означает, что по закону он не может заключить контракт на военную службу, на адвокат в виде 2 выхода из ситуации, оправдательный приговор или помилование президентом. Сергей Олегович, что вот это за эпопея с Гиркиным, зачем он нужен на фронте, или не нужен. И часто мы слышали, что даже если он будет направлен на фронт, до фронта он вряд ли доедет, а если доедет, то ненадолго, ибо уж слишком много знал. Гиркин, вспоминается БУК, значит, малайзийский Боинг, и напомню, что ордерный арест на Гиркину тоже выписан. История с Гиркиным – это отдельная история, конечно, и это просто попытка его сторонников, его вызвали из тюрьмы. Законная попытка сторонников, то есть его пытаются подогнать под эту историю, когда освобождают из тюрьмы для того, чтобы служить в зоне этой войны российской в Украине. Но вы абсолютно правы, то есть у него статья, которая не дает ему возможности этим заниматься, в любом случае, и его не затем в тюрьму посадили, чтобы потом его освобождать и отправлять в Украину. Потому что он, кстати, просился в Украину, он даже туда ездил, но его оттуда выперли, ему сказали, что он там не нужен, потому что Путину вообще не нужны идеологически заряженные люди. Ему не нужен был Пригожин, который начал идеологию какую-то развивать, ему не нужен Дугин, который развивает идеологию, потому что идеология Путина – это сам Путин. И все, ему не нужны никакие идеологи. И все эти правые, Малафеевы и прочие всякие Дугины и Гиркины, они только мешают Путину. Поэтому, кстати, сажают. И, кстати, в Российской Федерации реально время от времени подсаживают правых националистов и неонацистов, потому что таковые и есть, причем довольно обильно. Но они мешают Путину, потому что они претендуют на то, чтобы они становились для Путина советниками. И указать, даже указиловки ему высказывали, ну, типа, они пытаются восстановить то, что было при Советском Союзе. Вспомните, Коммунистическая партия Советского Союза, значит, шестая статья в Конституции была записана, что КПСС является руководящей, направляющей политической силой Советского Союза. Вот у Путина в Российской Федерации никакой руководящей, направляющей силы, кроме него, нет. У него даже партия Единая Россия является не партией. Это клуб сторонников Путина. Он, кстати, в этой партии не состоит. Да, я вам напомню, что он и шел не от партии Единая Россия, а он шел самовыдвиженцем. Он вообще плевал на них с большой горки. Но они ему нужны просто для того, чтобы поиграться в какую-то демократию, для парламента, чтобы там была парламентская фракция какая-то. И ничего другого, ни для чего, для другого они ему не нужны. И поэтому Гиркина, конечно, не освободят по этой статье. Это такая попытка давления этих русских патриотов, так называемых националистов и неофашистов на путинскую власть. Она этого и очень не любит, когда на нее так давят. И вы правильно говорите, что даже если бы его там освободили, ну то есть Путин его точно не помилует, это исключено, но даже если какой-то суд его вдруг по недосмотру амнистирует или там, я не знаю, там отменит приговор, который ему дали, то в любом случае до фронта он не доедет или доедет только для того, чтобы шальная украинская пуля прямо ему в затылок, да, в затылок, да, вот он смотрит на фронт, а шальная украинская пуля прилетит ему, даже там она будет, там их несколько, там рой такой пуль прилетит. Вот. И нам потом расскажут, точно так же, как в Запорожской АЭС, что пули украинские, они все такие специфические, они сначала пролетают над тобой, потом разворачиваются на 180 градусов, и тебя сзади бьют. Вот. Так что вот такая история с Гиркл. На самом деле, я думаю, что он будет сидеть, кстати, все свои 4 года по полной, а дальше, мне кажется, что его постигнет судьба Навального. Спасибо. Идем дальше. Следующая информация. Перед этим еще раз попрошу, нажмите лайк, нравится, чтобы нас было больше. Это не сложно, но эффективно. Значит, следующая информация. С космодрома Восточный сегодня снова не запустили тяжелую ракету Ангара А5. То есть А5 ее не запустили. Пуск снова перенесли на сутки. Ракету уже пытались запустить вчера, однако за несколько минут до старта прозвучали команды отбой пуска и подготовить стоянку на 24 часа. За 2 минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрится слип топлива. В общем, сливайте все. Прокомментировал причины отбоя запуска глава Роскосмоса Юрий Борисов. Сергей Олегович, что такое? Значит, второй день осечка. Это не второй день осечка. 24-й год осечка. Да, потому что эта история отдельная совершенно. Это абсолютно песня. Вы знаете, история с Роскосмосом и с космодромом Восточный, абсолютная песня. О ней надо писать, слагать былины, о ней надо писать книжки, о ней надо писать, я не знаю, саркастические рассказы. Потому что этот самый Роскосмос, это самая большая коррупционная яма, которая вообще когда-либо была в Российской Федерации, потому что там пересажали даже внутри Российской Федерации, даже вот внутри этого коррумпированного государства, там пересажали все руководство Роскосмоса. Все абсолютно. Там 15 человек сидят, уже сидят, отсиживают по 7, по 9 лет за разворование всяких этих самых материалов. Там этот спецстрой, который его строит, а это военная и ФСБшная какая-то контора, вот, значит, они его должны были сдать года, лет 7 назад, что ли, обе очереди, а у них достроены только первые, только-только где-то там еще строят вторую. Значит, дальше вот вся эта линейка, они хотели построить новые ракетоносители взамен советских, потому что Советские Союзы, протоны там и прочие всякие, они хорошие ракеты, в смысле старенькие, но они старенькие, они морально устарели, летают. Кстати, такая же история была с отмененным спуском, вот последний раз, когда Союз запускали с тройкой космонавтов, американский, белорусский и русский, там тоже пару раз у них срывался, срывался старт, но потом, значит, они все-таки ее запустили, потому что это старый Союз. Вот, а это Ангару, значит, там была предусмотрена линейка в пять ракет-носитель, значит, от малого до супертяжелого, и, по-моему, даже Ангара-6 даже должна была быть, вот, но вот вы правильно сказали, А5, это вот А5, она никуда не долетела, потому что, как, значит, половину, кстати, этой линейки просто перестали даже разрабатывать, то есть, вот А2 и А3, по-моему, ее даже перестали разрабатывать, и А5 разрабатывают только потому, что вот там Рогозин говорил, что надо строить какие-то станции на Луне, а вот на Луну надо запускать супертяжелую ракету, и вообще супертяжелая ракета нужна еще и для, для войны потенциально, для какой-то, вот, ну, прежде всего, для больших дальних полетов, потому что туда, во-первых, нужно много топлива, чтобы запускать ее далеко, а во-вторых, она должна выводить большой модуль, чтобы там строить какие-нибудь там станции на Луне, на Марсе, там, и на прочих всяких делах. Ну, в общем, этот проект такой давнишний убитый, забитый, бедного Борисова назначили вместо Рогозина, и он тоже не справляется, потому что вся эта штука, это, это авгиевые конюшни, там, разгребать их надо, не грести, не разгрести. Ну, я готовый с кефиру, читал про эту ангару, даже российские специалисты говорят, что она с финансовой точки зрения очень затратна, и не окупается практически никогда, поскольку денег, потраченных, миллиардов, она просто не окупится даже с активным использованием. Подождите, так вы же с точки зрения нормальной экономики смотрите на нее, а в Российской Федерации какая нормальная экономика? Чем больше затраты на какое-то мероприятие, тем больше можно распилить. Наоборот, никто никогда не смотрит, что там окупается, не окупается. Там смотрят, много выделено или немного, и потом пилят все это дело. Ну, кстати, вы знаете, вот народ издевался над всем самым Рогозином, над Путиным, когда они предлагали Зимбабве космические программы совместные производить. Вот, и это вот на самом деле народ зря над ними издевался, потому что, конечно, в любом случае известно совершенно, но это из прагматики из космической отрасли, то, что чем ближе к экватору, тем менее затратный энергетический вывод космического корабля на околоземную орбиту и даже на другие какие-то орбиты. И поэтому, если построить, вот поэтому, кстати, французы построили космодром Куру в Гвияне в Латинской Америке, который практически прямо на экваторе, и вот тогда россияне вместе с ними, вместе с ними запустили совместную программу Союза и, значит, это самая европейская ракета и французские ракеты, потому что оттуда запускать очень выгодно. Вот этим отличаются, кстати, все российские космодромы. Почему они стали строить восточный? Да потому что в Плесецкий там практически вы можете вывезти только там, я не знаю, там 500 килограмм полезного груза, а в Байконуре уже 2 тонны или 3 тонны, в Восточном 4 тонны, а с экватора вы можете с той же ракеты или при том же расходе топлива можете вывезти там 10 тонн. Понимаете, разницу какую? Вот просто потому, что Земля крутится по-другому и просто чтобы преодолевать значит, притяжение Земли, чем ближе к экватору, тем это проще. Вот, и поэтому вот история с Зимбаббой это не такая глупая история, как это может показаться. А восточный космодром это, конечно, просто, ну, песня. Сразу вспомнился слоган быстрее, выше, сильнее. Мне кажется, Роскосмос может чуть-чуть переделать и быстрее, выше, дороже. Значит, ну, а в комментариях я жду сообщения по поводу вашего спича чуть выше, что как, Земля не плоская, что ли? Василий, тогда не дороже, а дороже. Дороже, дороже. Так, еще одна информация, Сергей Олегович, которую я хочу с вами обсудить. В начале мая лидер Китая Си Цзиньпинь посетит несколько европейских стран. По данным источников, после Франции и Сербии он поедет в Венгрию. Ожидается, что в рамках своего европейского турне Си Цзиньпинь прибудет по Франции на два дня, 5 мая, затем посетит Белград, а уже дальше Будапешт. Сергей Олегович, а что, давайте по порядку разберем, допустим, визит к Макрону, о чем, давайте предположим, может говорить Си с президентом Франции? Ну, во-первых, это будет первый визит Китай, китайского лидера за очень много-много-много лет. Мне даже, вот я, так сказать, вы меня заставили немножко врасплох, но я просто на своей памяти даже не помню, когда последний раз приезжал китайский лидер во Францию. Но это было очень давно. Вот, и поэтому это просто символика, что Китай, хинди, руси, пхай, пхай, в смысле, ну, китайоси, французи, пхай, пхай, вот, что дружба и фронтшифт, так сказать, на веки веков, это всегда, любой визит всегда полезен, даже если он ни о чем, потому что он показывает, что просто есть интерес обеих стран к развитию сотрудничества. У французов с китайцами есть о чем говорить, потому что экономическое сотрудничество, у французов с китайцами довольно большое, обширное, вот, оно даже доходит до таких страшных вещей, как вот Юханьская лаборатория, биолаборатория, которую построили французы, и откуда, по некоторой версии, и пришел в Меркови. Вот, так что в этом смысле им есть о чем, есть о чем поговорить. Вот, и вот дальше это больше политика, потому что с французами можно говорить об экономике, и там есть, совместные проекты, и так далее. Вот, а вот Сербия, это вот чистая политика, это вот чистая политика, причем такая очень странная, опасная, потому что Сербия, это страна, которая заигрывает с Российской Федерацией, ну, и Орбан тоже заигрывает с Российской Федерацией, то есть как бы здесь нехорошие посылы демонстрируются Китаем в Европе, потому что вот если бы он заехал бы еще куда-нибудь в приличную страну, типа Великобритании или Германии, то можно было бы ему простить потом поездку в Сербию, да, а так он получается только к Макрону, и сразу уже в объятии Путина к Орбану и к сербам. Вот, так что, в общем, это, да, напрягает немножко геополитически такой, такая география визита, плюс наслаивается на это то, что Путин тоже с ответным визитом собирается в Северную Корею, в Китай, и вот здесь будет интересно посмотреть, куда он поедет раньше, то есть он поедет сначала в Северную Корею, а потом в Китай, или сначала в Китай, а потом в Северную Корею, потому что там у них напряжение тоже есть, причем напряжение тройственное, потому что Путин явно активизировался с Северной Кореи, и это не всегда нравится, кстати, Китаю. Вот, но посмотрим, чего из этого, чего из этого получится, в любом случае, это интересные визиты, с геополитической точки зрения, конечно, такие визиты не проходят незамеченными, то есть вот есть иногда визиты, там вот Макрон съездил, там допустим, в Бразилию, но это прошло практически незаметно, да, вот там, кроме французов, об этом, по-моему, не знал никто, вот, ну, правда, немножко по этому поговорили, потому что у Бразилии двадцатка скорая, и Бразилия собирается вроде приглашать Путина, вот, и только в этом, в этом ключе тогда поговорили про этот визит Макрон, вот, ну, будем, будем посмотреть, что там будет у китайцев с французами. Да, ну, в Китае как раз Лавров, вот, с 8 апреля, не знаю, продолжается ли сейчас визит, может, уже покинул Китай, но, интересно, связываете ли вы визит Си с громкими заявлениями господина Макрона по поводу возможного введения сухопутных войск в Украину, в принципе, его такой активной позиции, в отличие от Шольца? Нет, здесь это совершенно не связано, это вещи просто совпали по времени, и это вот старая, старая логическая история, после того не значит в результате того, да, то есть, это после заявления Макрона, но без учета, потому что такой визит готовился явно совершенно очень давно, это очень давнично, это готовили явно года два уже готовят этот визит, вот, и он с этим делом совершенно не связан. Лавров тоже поехал в Китай с рабочим визитом, чтобы подготовить визит Путина, по-моему, он там находился два дня всего, то есть, он сейчас уже уехать должен был, вот, и у него такой совершенно рабочий визит, там ничего, ничего супер, супер, супер не было, хотя накануне визита Лаврова прошла информация американской разведки о том, что Китай нарушает санкции и не только значит, в экономической сфере сотрудничества Российской Федерации, но и передает ей космические снимки для военных действий, а также передает вооружение, а также передает электронику для вооружения и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, там такое напряжение было, но одновременно в Китае был, по-моему, министр финансов американский, который, кстати, этим китайцам говорил, что, ребята, будете нарушать санкции, запретим торговать в долларах, и ваша экономика вся рухнет, потому что, так сказать, у вас большой оборот в долларах. И вот, когда вы напродавали Путину много чего в юанях, да, то дальше, вернее, когда вы напокупали у Путина много чего в юанях, то получается, то, в общем, никуда, кроме вас, он эти деньги использовать не может. И вот точно так же может случиться с вами или вот как с Путиным случилось с рупиями с индийскими, у него там на 32 миллиарда рупий, чего с ними делать, он не знает. Вот, и у китайцев то же самое, может тогда создаться такая ситуация, что они будут продавать только в своих юанях или в рублях деревянных, а что с ними потом делать с этими деревянными рублями или даже их юанями, они не будут знать. Вот, так что здесь на самом деле, видите, клубок гораздо более сложный и гораздо более серо-бурмалиновый, чем просто черное-белое. То есть, это вот не так, как вот моя картинка, где у меня черная кофта и белый фон сзади. Вот, с Китаем гораздо все там, как это в компьютерном деле, 10 миллионов оттенков серого. В комментариях зрительница пишет, что Си был в 2014 году. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, просто информация из комментарии. В 2014 год это значит талант он тогда был президентом, потому что он стал президентом в 2012 году. Ну, то есть, это давно, 2014 год, это 10 лет тому назад, худо-бедно. Да, потому что вроде бы так это выглядит так нормально, но это вот, я вам напомню, значит, Крым был аннексирован в 2014 году, да, и Донбасс Путин развивал в 2014 году. Это уже давно. Это вот столько, сколько ваша война идет. Путинская война идет против Украины, вот столько лет назад Си Цзиньпинь был последний раз во Франции. Сергей Олегович, я коротко вот еще спрошу, вы упомянули встречу G20 и обсуждение, что в принципе там может, не знаю, тушкой или чучелом присутствовать Путин, насколько это в принципе возможно, да, мы не увидели реакции мира на так называемые выборы в России, которые бы не признали их как Лукашенко, к примеру, в 2020 году, но тем не менее встречаться с ним, жать ему руку, стоять на одной фотографии рядом с военным преступником, ну, как это мировым лидером, не жмет ничего? Нет, я думаю, что не поедет он туда, потому что он побоится, потому что все-таки Бразилия подписант римского статута и по идее они должны будут реагировать и международный уголовный суд может заявлять протесты по поводу присутствия на бразильской территории, которая подписывала римский статут уголовного преступника, находящегося в розыске, которого бразильские власти не останавливают, я так думаю, что Путин не решится слишком далеко ехать, слишком стрёмно ехать, вот, он туда не едет, не поедет, скорее всего, вот, а сама двадцатка из себя ничего не представляет, это просто клуб по интересам, это такое место потусоваться, вот именно, что сфотографироваться на фоне кого-то, да, ну, и, значит, вот, значит, это такая пустая, совершенно, структура, вот, которые создали просто, ее создали в отместку за семерку, потому что семерка это структура, где, ну, если даже и не принимают обязывающие решения, то, по крайней мере, вырабатывают какие-то интересные стратегии на будущее, а на двадцатке вообще ничего не вырабатывается, это просто тусовка, вот это вот клуб, ну, вот, я не знаю, там по субботам, вот у нас там в Париже собираются вечером какие-то там, я не знаю, попить пивка там, причем до упора там, да, да, до блевотины, когда все стены там сверху донизу, вот, это вот типа такого, да, потому что куча народу, стоят это безумные деньги, потому что сколько этих перелетов, сколько надо безопасности арестовывать, обеспечивать, сколько надо жратвы туда и питья собирать, вот, но ни о чем, разговора ни о чем абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok